Всем привет! Сегодня сделаем нежный воздушный бантик из репсовых лент. Размер бантика универсальный 8 см. Их можно украсить стразами, кружевом, дополнить полубусинами и закрепить на любой основе, которая вам нужна. Давайте начнем! Отрезок репсовой ленты или атласной ленты складываем пополам, чтобы наметить середину. Складываем под углом края и острый верхний уголок соединяем с противоположным, придерживаем нашу заготовку. Разворачиваем заготовку к себе и место сведения уголков прикладываем к центральному сгибу. Прошиваем всю заготовку по центру. Для одного бантика потребуются три таких заготовки. Две из них будут одинакового цвета. Третью заготовку я сделала на тон светлее. Еще раз покажу процесс складывания детали. Сшиваем две детали одинакового цвета, а третью деталь приклеиваем сверху. Редактор субтитров А.Семкин Подготовим подложку для нашего бантика. Отрезок ленты складываем пополам, чтобы наметить середину. Склеиваем края к центру. Такой бантик хорошо смотрится и без подложки, поэтому ее можно пропустить. Узкой репсовой лентой закрываем середину бантика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В качестве серединки можно использовать любой кабошон, а также украсить бантик стразовой шиной. Можно сделать дополнительный бантик из органзы, украсить его полубусиной и также приклеить сверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрепляем бантик на заколке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наш воздушный бантик готов. Репсовые бантики отлично держат форму и хороши в носке. Напишите в комментариях, понравились ли вам такие бантики. Огромное спасибо за просмотр! Увидимся скоро! Всем пока!